Машинисты мостовых кранов Свердловской области собрались в Ревде, чтобы выяснить, кто из них лучше владеет техникой захвата грузов. На конкурсе профмастерства участников ожидало задание на ювелирную точность. Дарья Трофимова следила за соперничеством на высоте. Почти ювелирная работа. Пронести ведро с водой по обозначенному маршруту, не пролив ни капли. На выполнение дано всего три минуты. Эта задача для опытной машинистки мостового крана Екатерины Формазовой самая сложная на конкурсе. Девушка уже 12 лет работает на предприятии в Нижнем Тагиле и ежедневно перевозит опасные тяжелые грузы. Но с таким маленьким объемом сталкивается впервые. Любая ошибка может дорого стоить. Я разливаю металл у себя. На своем заводе я работаю в металлургическом цехе, в Литейном. И там не вариант расплескивать все это дело. Потому что жидкий металл опасно. С людьми все-таки работаем. Жалко. В этом цехе десятка лучших крановщиков из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Все они отличились не только на своих предприятиях, но и на уровне региона. Сначала машинистам не просто перестроиться на работу на чужом кране, но пара минут тренировки. И чувствуешь себя в кабине, как дома, говорят участники. Чтобы кран начал движение, машинист запускает контроллер с помощью рычага моста. Управлять им не так-то сложно, примерно как в автомобиле с механикой. Главное быть наиболее внимательным. Надежда Сергеева из Кургана уже 30 лет работает машинисткой мостового крана. В конкурсе «Славим человека труда» участвует впервые. Сложные задания не пугают, ведь женщина обожает выбранную профессию. Свои эмоции выражает в стихах. Нет, не каждый может сладиться краном. Я-то знаю, я же крановщица. И вот они, как на параде, в клепаном и сварочном наряде. Да как же в это чудо не влюбиться? Я же знаю, я же крановщица. Свердловская область принимает участие в конкурсе профмастерства «Славим человека труда» уже в седьмой раз. Соревнования проходят почти по всем рабочим специальностям. Наша дальнейшая задача – это, конечно же, популяризировать те рабочие профессии, которые наиболее востребованы сейчас и будут востребованы в ближайшие 10-15 лет. Привлекать молодежь. Ну и, конечно же, давать возможность тем, кто лучший по профессии, проявить себя, доказать. Доказать, что он лучший из лучших, сегодня удалось крановщику Среднеуральского медиплавильного завода из Ревды. Верно, дома и стены помогают. Дарья Трофимова, Иван Мякишев, События ОТВ.